Было сказано об интеграции, о дальнейших каких-то моделях сотрудничества между Россией и Абхазией. Мы неоднократно говорили о том, что мы готовы к такой интеграции. И руководители нашей страны говорили о том, что видят наше будущее в такой модели, которая сегодня существует уже между Российской Федерацией и Беларусью, союзное государство. Мы говорили о том, что мы готовы участвовать в такой модели сотрудничества. Это был бы тоже хороший пример начала таких интеграционных процессов, куда могли бы войти и Россия, Беларусь, Абхазия, Южная Осетия. В дальнейшем, возможно, были бы и другие страны. Сейчас мы переживаем, как было уже здесь отмечено, переустройство практически мировой системы. И от того, как завершатся события на Украине, будет зависеть, какова будет новая картина мира будущего. Мы все-таки, уже очевидно для нас, что это будет многополярный мир. Здесь, на Южном Кавказе, происходят тоже серьезные события. И в связи с тем, что сейчас происходит в Грузии, есть много разных экспертных оценок того, что может быть в дальнейшем. И многие эксперты российские, и некоторые абхазские, и зарубежные делают вывод о том, что Грузия как-то меняет вектор своей внешней политики с запада на восток в большей степени. И что это неспроста делается, что, возможно, есть какая-то договоренность между Грузией и Россией о том, что в дальнейшем Россия откажется от признания независимости Абхазии, что какие-то есть планы о том, чтобы создать какие-то конфигуративные отношения между Абхазией и Грузией. Есть такие измышления. Конечно, мы должны учитывать разные варианты развития ситуации, хотя мы не считаем реальным такое положение вещей. Мы, как я уже сказал, все-таки надеемся на то, что это будет другой формат, другая интеграция, о которой я уже говорил, больше такого, как союзное государство. Хотя здесь было уже сказано об Евразийском союзе. Я думаю, что если когда-нибудь сложится такой формат, как сегодня Европейский союз, если будет такая возможность, и Абхазия тоже бы участвовала в таком союзе. Это все будет зависеть от того, как будут развиваться дальше события на Украине. В любом случае, мы живем в эпоху таких глобальных перемен. И картина мира, конечно, будет меняться. Посмотрим, как все это будет. Все, что мы можем сейчас говорить, это все предположения, которые сейчас трудно прогнозировать, как все это будет, но мы надеемся на лучшее.